Детям до 14 лет рекомендуется смотреть вместе с родителями. Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители! В эфире передача «Суберисос» и я, ее ведущий, Турсунбек Амурзаков. Сегодня в нашей студии легендарная личность, человек, который стоял у истока строительства нашей новой столицы Астаны, человек, который спроектировал ряд уникальных зданий и сооружений, которые придают красочный облик нашего города. Заслуженный архитектор Казахстана, профессор Акмуринского аграрного университета Тоскин Василий Филиппович. Добрый вечер, Василий Филиппович! Василий Филиппович, вы всю свою жизнь посвятили Целенограду, Целеноградской Акмуринской области. Вы работали главным архитектором. Вы знаете, что Астана быстро растет. Как вы оцениваете облик нашего города, нашей столицы? Все, что было задумано, у нас воплощается или есть на этот счет какие-то у вас собственные мнения? Ну, в общем-то, город у нас заметный стал, интересный город. Как городостроительный он интересен, он исторически интересен, он интересен в архитектурном плане. Много улиц, много площадей. Самое главное, создана такая вот структура, которая очень удобная для проживания людей. Поэтому, как бы, разница большая между тем, что было, как бы, областного центра и нынешней столицы. Она просто грандиозная. Совершенно разная по масштабам, по объемам. Вот, приезжают гости, они видят новый, практически новый облик города при сохранении исторической части. Вот, действительно, для Астана ежегодно выделяется около 3 миллиардов долларов. Это вот приличные деньги. Вот, несмотря на такую вот высокую стоимость, как вы считаете, вот эти вложения оправдываются? Вот, как вы думаете, в перспективе, каким станет наш город? Ну, наш город вообще отличается своим размещением, геополитическим вообще местом. Во многом именно из-за этого, как бы, сюда переведена столица, потому что, прежде чем была переведена столица, предвосхищала эту часть работы, как бы, поисковая. И изучали, как бы, историческую, политическую. Всякие части, в общем-то, изучали все моменты этого города. Каким образом оценивать, в общем-то, это экономически выгодно? Почему? Потому что у государства наша численность имеет небольшую. До образования Астаны, столицы, у нас практически миллионник был один. Это была только Алма-Ата. Вот для того, чтобы государство развивалось, как бы, экономически активно, активно. Таких центров нужно на наше государство, вот территориально, несколько. Как бы, создавать градостроительные такие образования. Вот, в данном случае, Астана, Караганда, Кокштау, они образовывают вот такой вот градостроительный узел. Это миллионный город, это центр притяжения, как и центр, самое главное, мощного экономического импульса и развития. Равно как и в то же время Алма-Атинская группа, она там вместе с Чемкентом, со всеми южными городами. То есть у нас уже появилось два таких полиса. Я думаю, в будущем будет их, как минимум, три для государства, для того, чтобы вот нашего развивалось. Поэтому, как бы, эти вложения, они сверхокупаемы. Это вообще грандиозный такой экономический проект. Василий Филиппович, вот за время независимости, с того момента, как наш Целиноград превратился в Астану, численность увеличилась в три раза. Город сильно изменился. Но все-таки, говорится, город имеет свою историю. Как вы, как архитектор, смотрите на то понятие исторический центр города, исторические здания. Вот надо ли такие вот места оставлять, или это не нужно? Ну, в любом случае, конечно, эта тема всегда звучит. И что касается исторического центра, он существует. Я думаю, будет существовать. Вот. И даже единичные здания, они могут характеризовать, в общем-то, время, историческое начало. Такие, как, допустим, вот центральная часть, это площадь и прилегающие, там, магазин бывший Радуган, значит, уже потом дом Кубрина, там, вот. Такие дома, они есть, и не только. Самое главное, что сохраняется структура. То есть центр, который был заложен исторически, он существует и сейчас. И он развивается. Практически он является составной частью нынешнего центра. Центр надо рассматривать, ну, не просто как площадь. Исторический центр с увеличением масштаба города, увеличился ли с границей этого центра исторического. Это надо рассматривать примерно от вокзала, там, пойма реки Ишим. А самое главное историческое и вообще как бы место, которое уж незыблемое, это акватория реки Ишим. Вокруг него, именно вокруг нее формируется город, около нее и развивается. Поэтому здания отдельно есть, сохраняются. И, как бы, такая преемственность, она существует в любом случае. Еще раз подчеркиваю, структура самая главная. Что это означает? Как бы это улицы, проспекты, площади. Как бы вот эта вся часть. Василий Филиппович, вот в нашем городе очень много интересных зданий. Да, вот город действительно динамично растет. Как вы считаете, есть ли у нас такие здания, сооружения, которые можно выставить на какие-то конкурсы и действительно завоевать какие-то определенные международные премии? Ну, а как? Ежегодно практически, почти ежегодно выставляются вообще объекты на международные конкурсы. Вот наша фирма, в том числе, как бы, два года назад за проект гостиничного комплекса завоевала золотую медаль. Это международная золотая медаль. Как это делается в развитии. У нас очень интересно. Есть много хороших, интересных объектов сейчас в настоящем. В Астане? В Астане, да. Ну, вот мы сидим, объекты вокруг, в общем-то, они достойны любого европейского центра. Поэтому, что такое, как бы, есть и что такое вообще хороший объект или уникальный объект? У нас достаточно уникальных объектов. Другое дело, может быть, объект и величиной не такой маленький, но вот если возьмем, допустим, бывший музей наш, ну, дом Кубрина, он маленький, но он уникальный объект. Или новый, Ханшатыр, он уникальный объект. Сам по себе центр, он вот новый центр в его развитии, он же еще не до конца реализован, он уже и уникальный. Вообще, сам по себе, как бы, проекты нашего города, еще раз повторяю, ежегодно получают международные различные там призы, медали, поэтому всегда отмечается. Этим мы не обижены. То есть, надо сказать, что вот развитием города занимаются наши местные архитекторы, привлекаемые архитекторы. Значит, разные архитекторы. В основном, конечно, работу, основная, как бы, нагрузка на местных архитекторов. Но для проектирования различных объектов в результате конкурсов работают и заграничные, допустим, зарубежные архитекторы. А, Василий Сергеевич, вот для того, чтобы строить вот этот генплан города Астаны, привлекли же вот японского архитектора Куракаву. Это для проектирования. А, и вы проектировали. Ну да. Вот спрашивается, вот, ну, какова сейчас вот судьба вот этого плана? Насколько она изменилась? Генерального плана? Да, генплан Астаны. Ну, он вообще, генеральный план у нас, как бы, исторически очень интересен был еще, как бы, как центр целины, это был всемирно известный генеральный план. Потом он, когда вот появилась столица, как бы, то тогда появился и новый генеральный план. И причем он был разрабатывал неоднократно. Различные... Судьба каждого генерального плана связана с различным, как бы, периодом времени. Один генплан, там, рассчитан был на определенную численность, а жизнь показала, что эта численность гораздо выше, больше, активнее развивается город. И генплан, это вообще, как бы, живой такой организм. Он всегда развивается, и всегда его нужно каким-то образом развивать, и развивать его в историческом процессе. Поэтому, что касается, как бы, это одна часть, что касается исторической части. Что касается, каков у нас генплан, ну, о генплане можно сказать одно. Генплан у нас хороший, дай бог, только реализовывать этот генеральный план. Кстати, генплан, как раз, если возвратиться к раннешнему нашему разговору, он получал неоднократно золотые медали, золотые дипломы. Это тоже характеристика. Но генплан постоянно меняется, и работают мощные архитекторы над ним. И пока все идет хорошо. А значит, то, Василий Ефимович, изменение генплана, это нормальный процесс? Это нормально. Генплан, это живой документ. Он постоянно должен меняться. В зависимости от части финансовой, материальной, то есть, и в зависимости от политической, экономической части. Ну, я один пример вот приведу, так, который есть. Выиграл государство Экспо. То, что генплан, это не предусматривало место Экспо. Как бы, вроде бы небольшой, но пришлось сделать какую-то корректировку этого генплана. И не только какую-то, а значительную. То есть, он как-то менялся, как-то видоизменялся. Меняется численность, тоже меняется. Меняется индустрия вообще, как таковая города. Меняется его численность населения постоянно. То есть, корректировка генплана, она идет постоянно. Мы проводили социальный опрос, и люди говорили о том, что самая большая проблема – это проблема дворов. Что некуда ставить машины, что негде играть детям. То есть, там все вот, бельком все забито. И говорят, что вот улицы узкие, что невозможно по нашим улицам в Новом городе ездить. Постоянные пробки. Дождь, после дождя можно, и некоторые даже катаются на этих надувных шлюпках. И вот просто вот, как вот эти вопросы надо было решать? Или как надо все-таки вот эти определенные негативные моменты нужно устранять? Ну, вот едва ли не каждая беседа, которая у меня проходит, она касается этой темы. И я отвечу, в общем-то, неоригинально, так как и каждый раз. Вообще, все нужно начинать с себя. Вот просто с себя, с определенной культуры. Вот дорог, ширины дорог у нас хватает. Я с вами согласен. Вот у нас не хватает… Понимаете, пример очень простой, я вам скажу. Вот когда определили полосу автобусную, выделили вот ее, казалось, это будет неосуществимо. Ведь никакой ширины улиц не увеличили, но как бы стал спрос. Вот точно спрос как бы за нарушение, как бы сейчас не заезжает. Ну, есть, конечно, лихачи, которые заезжают. Ну, и в семье не без урода. Они начинают привыкать к этим выделенным полосам. Да, это культура. Вот точно такая же культура должна существовать и дальше в развитии. Мы к этому приступаем. Понимаете, сейчас бросил машину во дворе и ушел. И она стоит сутками. А нужно, чтобы бросил машину во дворе, и определенное время часов она постояла, а дальше включился счетчик. Тогда он поставит ее в парковку. И как бы вот это дальше вопрос организации движения и транспорта. Организация движения и организация вообще среды проживания как таковой. Ну, так вот, что касается... Она начинается с каждого человека и со двора. С каждого человека. Допустим, имеет семья пять машин. Обязательно этих пять машин выезжает. Вы попробуйте, мы же любим вообще, как бы говорить, а вот у них на Западе. Так вот, ну, любим иногда. Вот пример приводить. Ну, и попробуйте в Берлине выехать на пяти машинах. Вы едите, но уплатите все, что у вас есть в кармане и не только. То есть это очень такое регулирование идет экономическое. Вот обязательно придет время, когда нужно, во-первых, самодисциплина. Самодисциплина в первую очередь. Если каждый будет соблюдать какие-то правила, во-первых, дорожного движения, потом правила приличия, потом уже правила, по крайней мере, ну, просто коллективного пользования этим транспортом. И это постепенно будет регулироваться и государством, в том числе. Рано или поздно будет платными парковки во дворах, рано или поздно... Платные центры. И оно так и предусматривается. Вот нашим генеральным планом как раз предусматривается там развитие строительства парковок, центров. Здания с парковочными местами. Не только. Значит, должны быть на въезде в город как бы определенные накопители, где транспорт может быть. Потом уже в городе должен быть, где можно транспорт оставить и перейти на общественный транспорт. Вот тот пример, который мы упоминали, когда появилась автобусная, как бы, полоса, ведь сейчас доступность, она же в разы, в разы уменьшилась по времени, потому что автобус движется гораздо в разы быстрее теперь по этой полосе. Да. Вот точно так же во все стороны нужно. Понимаете, бороться с запретами тоже нельзя. Люди приезжают в парк, поставить машину практически, ну, как бы, очень сложно и, да, запретили, а дальше? Парк-то, в общем-то, для нас. Значит, нужно организовывать все так, чтобы человек мог приехать, поставить на парковку, да, на платную, но он должен поставить на эту парковку и знать, что это, вот он придет, и эта машина будет здесь, на этом месте. Закон стоит. И таких вопросов очень много. Это касается и ресторанного обслуживания, это касается обслуживания вообще потом внутри здания. Когда ты заходишь, тебя должны встретить и прочее. Да, Василий Иванович, это правильно, это все создает архитектурный облик города. Это культуру города создает. Культуру города. Ну, и вот, например, вот мы говорили, почему у нас все время после дождей вот такие эти лужи появляются, которые трудно даже легковому транспорту ездить? Ну, должен сказать одно. Конечно, может быть, это развивается меньшими темпами, чем, ну, как бы, хотелось бы. Ну, я с этим просто знаком, когда-то занимаясь всеми административными делами и в городе, и в области, будучи главным архитектором и в городе, и в области. Я это знал, знаю и чувствую, как это идет. И выполняется, вот, выполняется эта работа. В первую очередь, это запроектировано в генеральном плане. Во-вторых, это при строительстве идет, реализация. Или в Невке, там обязательно делается. Другое дело, что это нам хочется быстрее. Это нам хочется быстрее, чтобы это была реализация. Вот, скорость реализации этих работ, она не совпадает с желанием жителей города. А, в общем-то, в городе ведь и идутся работы по благоустройству. Конечно, есть. Конечно, есть вопросы, как бы, локального размещения строительных площадок. Как бы, есть площадки, которые готовы. Но нет цельной системы, еще она не сложилась с цельной системой. Как ливневой канализацией, так и общей канализацией. Она еще не выросла пока. Но растет. Будем надеяться, я теперь тоже такой же горожан. То есть, вы говорите, это естественный процесс роста города, да? Это процесс роста города. Вот, понимаете, если неизбежно. Вот скоростной рост именно левобережья, он же, как, если ничего не делать, тогда не ошибаешься. А если чего-то делать, то обязательно, как бы, есть такие задачи, которые требуют определенного времени. Вы спросили, как строители. Вот есть вопросы качества. Где-то не сделано, где-то сделано некачественно. То есть, это накапливается вопрос. И, конечно, это решается параллельно. Не всегда так успешно, как хотелось бы. Но наш город имеет свое определенное лицо. Согласен. Да, оно растет. Да, оно еще... Ну, как бы, наш город младенец. По сравнению, как бы, с другими столицами. Ну, что такое там 20 лет? Это вообще не срок. Ну, что это такое? Вот. Поэтому есть свои сложности. Другое дело, что есть и вопросы, которые так решаются или иначе. Ну, я не думаю, что именно сейчас нужно говорить о критических. Понимаете? Василий Федорович, вы, как большой зодчий архитектор, да, действительно оставили большой след в нашей столице, в нашем городе. И как в Саренограде, так и в Астане. Ваш авторитет незыблен. И, действительно, город растет. И, соответственно, наши требования опережают рост. Да, и мы как-то вот стремимся, чтобы все было должно быть идеально, чтобы у нас никаких ошибок не было, чтобы вот не было такого, что вот, ну, человек растет, он падает, спотыкается, как и ребенок, который вот идет и растет. Большое вам спасибо за ваш интересный рассказ. И я просто думаю, что вот наши телезрители, увидев вас на многие вопросы, получили ответы. Большое вам спасибо. Желаю вам успехов. Уважаемые телезрители, до следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова